Три семейные пары соревнуются, кто лучше приготовит одно и то же блюдо. Тут, короче, вообще жесть, вообще. При этом руками всё делают мужья. Давай, ну ты не мешай, ну ты чё стоишь? Зачем ты протираешь два часа? Быстрей! А жёны говорят им, что делать по аудиосвязи. Ложка где? Ложка! На мелкую тёрку. Не на эту мелкую. А-а-а! Да, это непросто. А что делать? Ну вот он издевается с нами. Я просто его убью. Если муж с женой хотят выиграть 100 тысяч рублей, им придётся стать командой. А? Толстый? Да, очень. Ой, мне соски жалуются. Быстрее, у тебя мало времени. Кто из пар лучше приготовит блюдо, определит наш многомишленовский шеф. Наконец-то правильный баклажан. Страшно занудный и дотошный. Наша нудота. Распадётся семья благодаря говяжьим котлеткам. Я тебя убью. Я сейчас заплачу, Рэм. Или сплотится и выиграет деньги. Поднимай тарелки вверх, какой ты красавчик! Это «Моя жена рулит». С вами шеф Женя Павлов. И Марина Федонкин. Мы начинаем. Вода кипит, у меня ещё и голова кипит от тебя. Здравствуйте. Это шоу «Моя жена рулит». Здесь реализуются женские мечты и мужские кошмары. Давайте узнаем, кто сегодня к нам пришёл побороться за 100 тысяч рублей. Наши розовеньки, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Марина. Меня зовут Сергей. Мы из Москвы. Чем занимаетесь? Я онлайн-тренер. Привожу людей в физическую форму в отличную. За короткий срок. Обращайся здесь. Нужные люди сюда приходят. Я потом запишу контакты. Тебе судьба сюда приводит людей. Астрологов, психиатров. Сюда приходят нужные тебе люди. Бери контакты. А я бизнес-вумен в декрете. Сейчас, на данный момент, занимаюсь домом ребёнка. Мы семья Новиковых. Марина у нас хищная птица. Серёжа у нас милый. Нашей семье уже 7 лет. Познакомились мы в фитнес-клубе. Я увидел её первым. И сразу она мне понравилась, приглянулась. На самом деле, крючок закинула я. Он уже на него подсел. Ну то есть Сергей думает, что он первый меня увидел. На самом деле, я его первая увидела в соцсетях. И потом сделала всё, чтобы он сам прыгнул. Вот какая хитрая. Хищная птица. В семье у нас главный Сергей. А шея я. А решения мы принимаем совместно. Семья готовит Маришка. Вкусно. Под настроение. У нас чаще ссоры на бытовом таком уровне. Кто что-то раскидал, например. Кто что-то не приготовил, например. На что потратите деньги? Хотим на море поехать. На море все сейчас на море мечтают. Ну что, я желаю вам удачи, ребят. Спасибо. Я перехожу к нашим жёлтеньким. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Яна. Меня зовут Константин. И мы семья Сознану. Приехали мы из города Железногорска. Наша команда... Адуанчики. Держимся вместе. Чтоб не сдуло. Я работаю на картонной фабрике. А я работаю директором Дома культуры. Но на данный момент я в декрете. Мы вместе пять лет. Янка меня не ревнует абсолютно. Я ревнует. Он меня безумно ревнует. Мы собирались с девочками попить кофе. Мне не понравилась эта затея. Она меньше времени проводит со мной, чем с своими подружками. Это подружки. Это же как Ленингс. Мы вместе. Вот так. И не Яня. Он не понимает. Мне хотелось побыть вечером с женой. Но жена не хотела побыть со мной. Я в неё бросил телефон. Ну всё, что в руках у меня было. И моё кофе обошлось мне в 20 тысяч рублей. Я ненавижу, когда она командует. Это просто взрыв мозга. Она будет орать. Бить там, колотить. Сломать столы. Что ты правда несёшь? Как будто я тебя бью всё время. Ничего. Ничего. Потом мама увидит твоя и скажет. Всё, мало того, что так, ещё и бьёт. А так, в принципе, мы любим друг друга. Ну, как бы, да. Да. А выигрыш мы потратим не на золотое кольцо? Ну, нет. Ну, нет, нет, нет. Я хочу музыку себе, машину. Неважно, что он хочет, потому что в семье рулит жена. Если мы проиграем, я всё свалю на него. Мариночка, обрати внимание, как они сегодня оделись. Они пришли на кулинарную передачу. Есть у нас кокосы и рафинированный сахар. А там у нас хот-доги, бургеры и пицца. Молодцы. Это всё, что ваше любимое, да? Ну, да. По мне же видно, что это кокосы. На одном кокосе. На одном кокосе, да. Мы переходим к синеньким. Здравствуйте. Семья Домиоса. Здравствуйте. Наталья и Дмитрий. Чем вы занимаетесь? Я шеф-кондитер, а муж мой. Я работаю на производстве, ну, теплоизоляции. Так вообще люблю изобразительное искусство. Рисовать я люблю. Но сейчас времени для этого мало. Сейчас я работаю опять. Сейчас он любуется женой. Насытый желудок творчества вообще не приобрет на самом деле. Вы своим коржом перекрыли человеку кислород к творчеству. Главное, что есть любовь. Мы семья Домовских. Наша команда называется полквартета. Говори. Всем прекрасен наш дуэт. Нам ни в чем преграды нет. Мы женились два месяца назад. Но на самом деле это наш второй брак. Первый раз мы были женаты. Десять лет назад. Ну, меня напрягало вообще, в принципе, что-то быть женатым. У нас в семье мы рулим оба по очереди. Рулю я. Она давит просто. Я надеюсь, эта передача не приведет к новому разводу. Это мне понравилось. В общем, надо слушать жену, и тогда в доме будет мир и порядок. Слушать. Да. И тогда в доме не будет мужа. Ну, мы же команда. Мы справимся. И поедем в отпуск. Как знак, который вот и когда абьюз в семье, как они показывают это? Какой абьюз? Посмотрите, вообще святая икона. Вообще, за кого мне понимать? Понятно. Вот, сзади тебя человек стоит, за твоей сменой. За ним, блин, и все у него хорошо, не надо. Я его люблю нежные трепетки. Так всегда говорят. Он улыбается, а слезы текут. Ну что ж, я вам тоже желаю, конечно же, удачи. Вы прощаетесь ненадолго с женами, а в это время наш шеф-зануда будет рассказывать, какое блюдо сегодня вы будете готовы здесь под руководством своих прекрасных жён. Мариш, не подведи. Давай, ты не подведи. Итак, сегодня вам предстоит приготовить круда из гребешка с манговой эмульсией и кокосовой пеной. Крудор-шмудор, фиг поймёшь. Я думаю, ну всё. Ну, это просто можно говорить кость. Складывай фартук и пошли домой. Начать я рекомендую с крамбла. Вот эти крошки – это крамбл, который вам предстоит приготовить. А для вас я специально записал этот видеорецепт. Сначала готовим крамбл. В миске соединяем муку, сливочное масло, кунжут, щепотку имбирного порошка и хлопья в чиле, соль и чёрный перец. Формируем единую массу. Распределяем по противню толщиной не более полутора сантиметров и запекаем на 180 градусах в течение 10-15 минут. Когда крамбл стал золотистым, вынимаем и дробим на крупную крошку. Второй этап – соус. Берём два лимона, выжимаем сок в сотейник через сито, ставим на плиту и вывариваем так, чтобы осталось 4-5 столовых ложек сока. Снимаем с огня, переливаем в миску и смешиваем венчиком с мисо-пастой и пол чайной ложки кунжутного масла. Далее начинаем тонкой струйкой вливать растительное масло, продолжая интенсивно работать венчиком. Когда соус загустеет и превратится в эмульсию, добавляем мёд и соевый соус. Соус готов. Третий этап. Готовим манговую эмульсию. Берём манго, чистим, режем на произвольные кусочки и тушим в сотейнике с небольшим количеством кокосового молока, щепоткой карри и двумя щепотками куркумы в течение 2-3 минут. Пробиваем смесь блендером с добавлением 2 граммов ксантана, а также регулируем вкус солью и сахаром. Смесь должна быть похожа на гель, после чего помещаем в диспенсер для украшения блюда перед подачей. Четвёртый этап. Приготовление кокосовой пены. Берём кокосовое молоко, добавляем лецитин, столовую ложку сахара, прогреваем в сотейнике 1-2 минуты. Снимаем с плиты и взбиваем до образования стабильной густой пены. Далее берём сырой гребешок и нарезаем на круглые медальоны. Выкладываем медальоны из гребешка на тарелку в форме полумесяца, поливаем цитрусовым соусом, посыпаем сверху крамблом. В центр тарелки наливаем кокосовую пену и украшаем микрозеленью. И в самом конце три точки манговой эмульсии. Друзья мои, вам необходимо приготовить два блюда. Одно для меня, а второе для дегустации ваших жён. Вот то, что Женя сказал, это не совсем как бы относится к друзьям. Потому что впереди то, что вы будете делать, как бы друзьям такую свинью не подкладывают. Но я настоящий друг. У вас вот перед вами вот эти кнопочки. И когда уже жёны будут биться в истерике, вы можете их вырубить на одну минуту. Причём нажатие не лимитировано. Вот это по-дружески. Ну что, вы готовы? Готовы! Поехали, время пошло. Давай, Мариш, ну чё? Самое сложное, это будет соус. Я смотри, уже не могу тут со всеми этими приправами разобраться. Ничего страшного. Бери миску. Вот здесь, да? Ты меня видишь? Я вижу только твоё лицо, кстати, прекрасно выглядишь. Видишь муку? Да, сколько? 150 грамм. Есть какие-то мерники там, нет? Мерников не вижу. Но я на глаз могу. Посмотри, вот это примерно столько? Я не знаю, 150 грамм, да, сколько. Ну всё, достаточно, я думаю. Сливочное масло, 75 грамм. Туда? Да, да, да. Муку, да? Подожди, ещё чуть-чуть. Немножко скорость надо прибавить, потому что мы во времени ограничены. Прям вот бери вот так двумя руками и вот так вот протирай. Вот бери горсточку в ручке себе. И, Кость, бери горсточку в ручке. Нет, не пальцами, а прям между руками. Вот так три, как греешь ладошки как будто. Вот так? Да, ну, Кость, это надо делать быстрее. Это уже давно надо закончить делать. Это должна быть крошка. У тебя получились прям окатыши наши, железногорские? Маленькие, мелкие, я смотрю. Во, отлично, шикарно, молодец. Подожди, мне надо руки по-моему теперь. Быстрее, мой. Кость, Кость. Всё, 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 я понял. Давай. Вот у тебя такой вид сзади. Да. Да, это мой. Выложить на противень равномерно тонким слоем. Руками опять? Ну, а чем? Головой, что ли? Ну, я не знаю. Распределяет по противню равномерно. И пойди, и помой руки, успокойся уже. Больше руками ничего особо делать. Ты сама успокойся сначала. Я не могу. А надо. Давай уже выкладывай всё. Там перемешаешь, пока выкладывай. Так, на противень. Всё, ты очень тщательно всё сделал. Ты молодец, ставь уже. Да, и что ты видишь-то вообще? Я говорю, у меня тут просто... Ты же говорила, слой должен быть. А у меня тут одни комки были. А-а-а, я тебя люблю. Ага, потому что у меня на пальцах всё прилившее теперь. Ставь, ну, ходь, ну, пошёл. Да? Ты, главное, кнопку не нажимай. Да я не нажимаю ничего под кольцом. Здесь приятно под кольцом, как-то нервничать. Бери манго, чистим. Быстро на кусочки режь. Ты волнуешься? Да нет. Милый, милый, всё, хватит манго. Кокосовое молоко добавляй туда. Много? Ну, сам смотри. Просто на ус... Ты что, не знаешь, что ли? Всё, стоп, стоп, всё, да. Всё, теперь бери венчик и активно работай венчиком. Ты умеешь работать венчиком? Что ты делаешь? Ты меня слышишь? Чего я говори? Взбивай, взбивай. Ты когда-нибудь делал? Вообще, брал в руки венчик? Нет. А, понял. Энергично работает. И у тебя силы есть. Всё, поняли. Посмотри. Всё, отлично сделано. Давай, растительное масло влей чуть-чуть. Растительное. Нет, стоп, взбивай венчиком и вливай масло. Одновременно. А как так не сделать? Так. Ты что орёшь, блин? Я тебя сейчас вырублю. Давай, взбивай, взбивай венчиком. Подожди, это не масло похоже. Это мёд, нормально. Давай, это тоже взбивай, взбивай, мёд тоже дойдёт. Прям три апсита, прям вот так вот натирай. Да всё, там огонь. Давай, как мне спинку, давай. Ставь на плиту и выпаривай до тех пор, пока не останется 4-5 столовых ложек. Я пальцем тычу на эту... вкыл, а он не вкыл. Заяц. Давай, не тупи. У меня, кажется, палец мокрый был, нужно было вытушить палец. Нажал, всё, заработало. Почему-то на меня не кипит. Не кипит? Ну, конечно, ты включил единицу. Ага. У тебя 9 всего. Ты не боишься сырых морепродуктов? Я нет, они не ползают. Он просроченные сосиски есть. Господи, морепродуктами напугал. Скажи мне, когда ты готовил тесто, твоя жена как обозвала структуру теста? Костя, скажи, что ему пора. Костя, свали его. Всё, скажи. Сего хорошего. Выгоняет, да, меня? Мы сейчас просрём, и ты останешься с ним, скажи, подмастерье. Потому что домой тебя не примут. Он тебя слышит. А, он не слышит? Да, да. Ну, и ладно, я-то его не слышу. Это какой-то трындец. И снова здравствуй. Здравствуйте. Я-то думала, там будут котлетки и пюрешки. Круда из гребешка. С манговой эмульсией и кокосовой пеной. Ага. Мы любим. Ты хотела, ты. А что развелись, ты скажи. А это у него кризис среднего возраста. 40 лет у Мани. По поводу Мани. Да нет, Дима, ты не слушай меня, не слушай. Ты там дави. Да я выдавил уже. В загул уходят? Что? Нет. Удыхают? Что делают? Нет, не пьёт, не курят. А в чём вот это выражалось? Ходить куда-нибудь в горы в одно лицо или с палаткой. А я вот такая приземлённая. В одно ли лицо в горы с палаткой? В одно. В одно, в этом я уверена. Это ему не давало возможности? Потому что семейная жизнь. Давай, Дима, ты включил плиту? И сколько это длилось, вот эта мутата в голове у него, горная? Ну, пока ребёнок не родился. А он кто по гороскопу? Он дева. Дева? Да. Ответ. Я лев. Тут плита вообще бодрая. Дим, не отвлекаемся. Главное в семье. Я? Да. Ну, я так думаю. Нет, всегда. Знаешь, я немножечко астролог. Потому что предыдущий знак всегда давит на последующий знак. Котенька, давай. А тем более такой сильный, как Лев. Давай, мой дорогой. Я хотела то, что ты мне говоришь, и на твою астрологию. Ложила я два коржа. Я очень хочу свадебное путешествие. Но у него же выбора нет. У него изначально не было выбора. Как бы ты из себя не представляла, что ты душечка. Ты же ведь со стержнем, баба. Во взгляде вся твоя милашествует, милая моя. Два грамма мясопасты. Не пойми, сколько это. Вот, Дим, я не знаю, какая это. Лецитин. Что такое лецитин? Добавка какая-то. Ну, вот ищи его, лецитин. 10-15 грамм тебе нужно. Лецитин. А ты не знаешь, как это выглядит? Нет, не знаю. Что там у вас там творится? Мы не знаем, что такое лецитин. Лецитин? Ну, вот пускай пробует. Я не знаю, какой Евгений там намутил. Евгений, может, какой-то свой авторский лецитин у него. Ну вот, да-да-да, лецитин, наверное. Давай, погнали. Да, добавляй. Вообще-то лучше у Жени уточнить, где лецитин, где сантан. Потому что Евгений больше в курсе. Ну, мы уже все добавили, поэтому... А, ну и вот. Я думала, что да, все будет в порядке. О, Серега бросил на свой красивый глязь. Ну, давай, давай, Мариш, давай. Нельзя, нельзя останавливаться. Он русский или он не русский? Он вообще стопроцентно русский, но везде его за границей принимают за своего. Особенно, если он загорит, то вообще как шейх. Да-а-а-а! А, то есть ты как бы такой хотела шейха? Ну, конечно. Но вожу Серегу загорать. Мариша, я остановился. Чем он тебя покорил-то, что вот, кроме того, что ты так прикинула на глаз, если его подзагореть и замотать его в тряпочку, то он похож на шейх. Да, ну, красивый он очень добрый. Добрый, когда не голодный. Кто в семье главный? Да, я главный. Ой, точнее, он главный. Это что за оговорки там у тебя по фреймам? Он главный, да. Ладно, что теперь? Я не знаю, как ты под таким давлением Сергея живешь. Удачи тебе, хоть здесь. Мариша, давай уже. Взбивай вот это кокосовое молоко, которое. Давай, взбивай. Добавляй 1-2 грамма сантана. Сутана. Где я, ты сатаны возьму? Что за сатана? Сатана сидит, на меня смотрит. Ну, как она, блин, вообще сатана? Ну, смотри, то, что ты не знаешь. Ну, вот эта, наверное, белая. Ну, все. Знает, сколько ты там. Пробивай, у тебя должны быть получиться такие прям каки. Там у нас будут такие три плевка на тарелке. Янка. Здрасте, ко мне Марина пришла. Чего у тебя? Да, я в шоке. Надо, чтобы он... Нормально, вообще нормально. Ой, не успевает. Вообще не успевает. Не, молодец. На самом деле, он вообще молодец. Боится просто остаться здесь. Я ему сказал, домой не вернешься, пока сотку не заработаешь. Да слушай, наоборот, все сюда прут, в Москву. Не, ему... Его и там неплохо кормят. Да ладно, сама ты побаиваешься, наверное. Ну, и в этих мужиков. Сегодня один, завтра другой. Такая шалунья. Ло, ты там слышишь? Чего? Другой будете. Яна, а что делаем? Снимаешь и блендеришь. Блендер на бок, боком ставь, чтобы не полностью был... Коська, ставь боком. И как спенится, выключай. Все, пень, мы и разговариваем. Сколько ему лет? 27. А тебе? 26. И у нас уже двое детей и две ипотеки. Все нормально. Понятно. А как две ипотеки-то? Зачем две-то? Ну, одна нам, а одна детям. Вы решили им обеспечить жизнь? Ну да, зарабатываем как можем. Короче, йогурт получился, похоже. Кость, должна быть пена. Ну, она как пена. Кость, пена как ванной. Мы когда ванной включаем, душ. Да я понял, блин, не получается. Ну, пена. Ну, пена, нормальная пена, че? Ревнует, ты даешь им поводы для ревности? Нет, но он ревнивый, он даже к стене ревнует. А почему ревнует? Кость, почему ты меня ревнуешь? Константин, рассказывай. Да я боюсь за пацанов, кому достанется такая дурная. А-а-а, какой ты! Леха Амбразура. То есть он взял весь вот это тяжкое бремя на себя, да. Спаситель мира. Кость, бери гребешок. И режь на маленькие медальончики, как банан. Ладно, давай, Яночка, давай. Спасибо, Марина, спасибо. Поуже, чем бананчик, поуже. Покажи мне одну, отрежь и покажи мне, Заяш. Даже можно, ну да, отлично, вот так. Ну, я понимаю, что мне надо его подбадривать. И я такая, Зая, ты молодец, Зая, ты лучший. Просто, Зая, давай. Наши синенькие творческий человек Дмитрий, который не реализовал себя в изобразительном искусстве, так как жена положила на его искусство два песочных коржа. Наши розовенькие, они уверенно идут к победе. Но, учитывая то, что для Сергея, что лицетин, что ксантан одно и то же, не знаем, что получится. Наши желтенькие, все, что объединяет их семью, это две ипотеки. Что может быть крепче семейных вкус, объединенных ипотекой? Нужно два грамма этой, как константы, вот этого порошка, перемешать как следует. Ну, возьми, стой, возьми венчик. Блин, что, при чем тут венчик? Ты мне давай не избивайся с темы. Скажи, что делать. Вот, добавить этот порошок при постоянном помешивании. Давай, тебе надо пену сделать уже, и все. Давай, Котя, пожалуйста, я тебя так люблю, только быстрее. Пусечка, ну, Пусечка, ну, пожалуйста. Так, цыц. Я тут посидею. Все как ты любишь. Нервы, драйв. Да. Поперек или вдоль? То есть вот так? Как колбасу. Как колбасу, понял. Которую ты не кушаешь. Он неровно разрезается на четыре. Ну, главное, чтобы четыре. На четыре, да? Ну, режь на три, без разницы. Понимаешь, мне потом это есть сырое. Я знаю, что ты любишь сырое. Нет, я не люблю сырое. В моем исполнении тебе понравится. Угу. Ну, такие толстые кольца или тонкие нужно делать? Ну, потонше, потонше. Да ты знаешь, как это сложно резать? Я знаю, как это сложно резать. Ну, что, пой. Кость, хорошо, что ты у меня умный. Крыши крошку, выбирай самую коричневую и посыпай чуть-чуть. Ну, что ты там накрышиваешь? Начинаю обратный отсчет. Три. Пожалуйста, быстрее. Ты как всегда, блин, тормоз. Ну, давай не ори. Быстрее ставь. Вот ты должен сам хотеть скушать это блюдо. Хочешь? Конечно. Два. Ух ты, ух ты. Все, умница, умница. Ты шикарный мужчина. Один. Скажи, что так и было задумано крупные гребешки. Чтобы почувствовать всю палитру вкуса. Все, отходим от стола. Время вышло. Ну, что ж, дорогие мужчины, все, что вы могли сделать, вы сделали. А у нас впереди дегустация жен. Ну, что ж, Натали. А белого сухого не полагается гребешкам? Полагается. Печалька. Я не ем сырую рыбу. У нас шеф пьющий. Даже если полагалось, он уже выпил с горя. Потому что ему работать со мной, это легкий труд. Давай, жена, жги. На тебя вся надежда. Я все, что мог, все запорол. Давай вытягивай. Тебе скажи, все вместе, да, Витя? Нет, вначале соус с мисо. А ну-ка, открывай рот. Сколько звездный шлем будет? Сахара нет вообще. Очень кисло и солено. Дальше, какой тебе соус? Дальше манго. Открываю рот. Ну, ты догадаешься, кто это делал. Никто вкуснее мужа не готовит. Очень манго. И очень карик. Куркума не чувствуется. Текстура непонятная. Она прям профессионально так рассказывает. Она профессионально. Она мне там терминами уши заливала. Это было минусом, да? Там у тебя еще есть кокосовая пена. Открывай рот. Скажи, что вкусно, жена. Хоть что-то. Ну, просто сладенькая плотно достаточно, да? Больше похоже не на пену, а на соус. Теперь тебе гребешок. У нас есть вот эти сухари. Нет, сухари мне не надо, мне нужно гребешок. Конечно, там у себя наелась уже сухари. Открывай рот. Ну что, нравится? Какая скиска. Какой шеф, такое и блюдо. Гребешки живые, с кровью. Такого еще не пробовали в Москве. Пусть будет четверочка. Да, конечно, пусть будет. Ты что? Пусть будет четверочка. У нас четверочка этому блюду. Отлично. Есть шанс победить. Ужена угадала, что это твое. Так, меса. Тут совсем оно жиденькое, я не могу тебе прям вот. Фу, блин, а что вы все мед-то забываете положить, ребят? Мы клали мед. А сколько там оно вызовет? Манго. Ну, манго. Какой-то оно непря... Пряности недостаточно однозначно. Учтем. Учтем. Дома будешь готовить, Женя? Вряд ли. А можно еще манго будешь? Тут настолько высокая кухня. Ну, давай еще раз дам. Оставьте всем попробовать высокая кухня. Понятно, что понравилось. Более понятно? Угу. Тут много кари опять. Ладно, дайте мне уже доесть кокосиком и вот эту вот склизку. А тут у нас все склизка, я тебе скажу, тут у нас. Кроме сухарика вот этих. Вот здесь, кстати, интереснее кокосик. Там он был такой более сладкий, десертный, а тут более интересная политика. Гребешок, он все равно в мисо. Кисло-мис. Извините меня за мой порохой французский. У нас мы тоже владеем французским совершенствами. Вы нас не удивите. Гребешок что-то не зашел, похоже. Ну, вот, кстати, с гребешком стало получше тениса. Ну, пусть тоже будет четверка. Пусть будет. Прикинь, справедливо, что вот она где-то. Начнем с гребешков, чтобы я уже приняла. Да, конечно, начнем. Еще начать. Открывай рот. Тут мисо получше. Тут хотя бы мед есть. Ну, то есть послаще он, поприятнее. Опа, опа. Дальше кокосик. Открывай рот. Сладенько, десертненько. Текстура плотнее, чем в предыдущем варианте. Какой-то мужичок молодец, да? Да, старательный. Манго. Это лучше, чем все, что было до этого. Пацаны. Конечно, это не мишленовские звезды. По сравнению с предыдущими, я поставлю пять. Мы этому блюду ставим пять баллов. Пятерка. Пятерочка. Наталья оказалась довольно лояльна. Блюдо мужа и розовой команды она поставила по четверке. А блюдо желтых и вовсе оценила в пять баллов. Вот пришла Янка рваных джинсов с двумя ипотеками, с двумя детьми и с очень послушным мужем. Ты гребешок любишь в сыром еде? Как можно сказать, любишь, не любишь? Я не пробовала ни разу. Ну ты с Ашими не ешь там в суши-барах? Ну, нет. Окей, тут суши-бары, две ипотеки. Да. Чисто дома. Картошка в мундирах. Вот, зато вкусно, с сальцом. Так, я тебе даю гребешок вместе с мисо. Так. Опа. Раскладываем на атомы. Это вкусно. Прям вначале такая кислинка, а потом прям такое сладко-соленое что-то. Ну вкусно, я бы это ела. Как твоя супружеская жизнь? Ну да, да, да. Есть все. Так, даю тебе его мало. Даже не знаю, что делать, потому что другим не хватит. Все съели уже. Ой, у нас тут Наташка была, она такая у нас придирчивая. Ей надо было один раз, второй попробовать. Манго не пошло? А, это было манго? Это манго было. А я думала, это кокос. Нет, соленое. Нет. Мне не нравится. Точно манго было? Да, да, да. С шкребами за стенки. Так, вот тебе тогда кокос. Открывай рот. Это кокос. Пенка, которая... Ну... Не тот кокос, конечно, что у тебя на футболке. Ну, но есть можно. Вот когда ты первый раз готовишь, вообще, особенно вдохновляешься такими комплиментами. И сколько ты ставишь этому блюду? Ну... Троечку. Да простите меня, если это мой муж. Пока, пока живи. Мы ставим этому блюду три балла. Гребешок, да? С мисса тебе даю. Открывай. Давай, не подведи красотку. Да, я знаю. А, уксус. Э, э, алло. Сама ты уксус. Выплюнуть хочешь? Не, нормально. Я съем. Мне человек поставил пятерку. Давай манго. Давай, открывай рот. И ты такая прям честная. Вот это вкусно. Прям сладенько. Солененько. Давай кокос. Ну, давай, Ян, ну, ну, будь ты человеком. Ты борщ тоже сладенький любишь? Там солянку сладенько. Да, мы тоже делаем всегда сладенько. Вкусно, но это как не пена. А что это? Как будто какая-то жижа. Жижа, блин. Я буду в шоке, если это блюдо моего мужа. Ну, 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 Яна, Яна, сердцем ставь. Ну? Да, простит меня муж, тоже тройка. Ну, то есть, не хочешь ты быстрее ипотеку покрыть, так что... Да, да, ну, ну, нет, нет, не то. Ну, молодец, если ты честно это говоришь. Зато, ну, будем подтягиваться, будем учиться. Так, куда ему подтягиваться? Он на полусогнутых с работы приходишь, еще высокую кухню и тебе готовь. Начинаем с гребешка. Так, открывай рот. Ну, тут все вкусно. Опять? Выплюнуть хочешь? Нет, нормально. Там белок, питаться надо хорошо. Просто вначале такой вкус уксуса прям. Прям вкусно, мне нравится. Что, манго, кокос? Манго, манго. Открывай рот. Вкусно, но мне попался кусочек. Манго? Угу. Не твоего блюда, потому что я через сито чистил. Кокос, да? Ага. Открывай рот. Здесь тоже как пена, да, получается? Не пена, а это... Крем. 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 Фу. Я знаю, что. Не пошло? Нет. И в итоге мы ставим этому блюду... Ну, тут будет двоечка. Тут даже не троечка. Мы ставим этому блюду два балла. Она просто конкурентов не осталась. Жесткие оценки были в этот раз. То ли старания мужей не впечатлили Яну, то ли само блюдо пришлось не по вкусу. Но розовой команде и своему мужу она поставила по тройке. А синие и вовсе получили два балла. Это я. Да, здравствуйте. Это стол. Еще раз, Марина. Еще раз, здравствуйте. С чего начнем? Давайте сначала гребешок, небольшой кусочек, потому что я не очень сырое люблю, но я думаю, что будет вкусно. Все так думают. Ты думаешь, мужики, когда готовили тоже, а они, если честно, ничего не думали. Там ведь агония была. Агония готовки. Открывай рот. Вкусно. Вкусно? Да, вкусно. Так. Несмотря на то, что он сырой, прям вкусно. Вкусно. Варни. Вкусно. Давай чуть-чуть пеночки. Да, вкусненько. Так, манго. Тоже вкусно. Смотри, ты такая неприверезливая. Достаточно вкусно, потому что. Самому по-другому никак. И сколько ты поставишь этому блюду? Четыре. Мы ставим этому блюду четыре балла. Она просто, мне кажется, поняла, что это не мое. Так бы пять поставила. Так, с гребешка, да? Да, с такой же последовательностью. Открывай рот. Кисловатенький немного. Но в целом неплохо. Соус здесь немного другой. Она все положительно оценивает. Сейчас раз все вкусненько. Два балла. На пенку тебе. Кроверот. Вкусненько? Да, кокосик. Кокосик. Манго? Манго. Все вместе я тоже могу сказать, что поставлю четыре. Нет, тебе еще пятерки. Она чует, что это не твоя. Мы ставим этому блюду четыре балла. Вот, спасибо. Тут проблема с манго будет. Потому что до этого у нас была Наташка с Янкой. Съели все манго? Конечно, они же не из Москвы. Они же какой путь проделали. Ну, хорошо, гребешок остался. Гребешок, да. Ты знаешь, гребешка у нас хоть ешь. Мы все-таки ртом попробуем. Давай, открывай. Вот тебе гребешок, Смиса. Давай, 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 не подведи, дорогая. Мне кажется, гребешок такое блюдо, которое, в принципе, испортить очень сложно. Не опускаем руки. У нас есть умельцы, которые могут испортить все. Немного пены. Ну, у тебя прям пенка-пенка. Даже собрать не бежит. Ну, как на вкус? Тоже кокос чувствуется. Манго, я не знаю. Он немножечко смешался с... Там совсем капелька. Там прямо... Вот. Там прям совсем чуть-чуть. Ну, что-то соленое очень. Ну, неужели ты не поняла, что это мое творение? А можно еще попробовать гребешок? Можно. Ты единственный человек, который гребешок бросит. Открывай рот. Какую ты оценку себе поставишь? Давай-давай. Можно салфеточку, пожалуйста? Выплюнуть? Да. Ты чего, ё-моё, глотай. Наши жены себя в ударе просто. Так, ну, за это блюдо... Я бы поставила троечку. Да как так? Ё-моё, это вообще что? Мы ставим этому блюду три балла. Марина поставила только одну тройку. И по иронии судьбы, это блюдо ее мужа. Синяя и розовая команды получили по четыре балла. Итогом дегустации розовая и синяя команды зарабатывают по десять баллов. А желтая вырывается вперед. У нее двенадцать баллов. Ну что ж, я понимаю, что мужьям очень хочется высказать женам за оценки. Но не спешите, как говорится, с выводами, потому что все может измениться после дегустации шефа. Он ставит две оценки за подачу и за вкус. То есть в сумме вы можете получить десять баллов. Но это не точно. Дим, неси, пожалуйста, свое блюдо, мы начнем с вас. Ребята сделали красивее. Я надеюсь, что у меня все-таки вкуснее. Кребешок очень жаль, что ты не успел нарезать, потому что так круто не подают никогда. Ты не можешь просто подать продукт в том виде, в котором он продается. Соус я практически не вижу. Он какой-то светлый. Эмульсия из манго. Но это точно не эмульсия. Это если из манго, то это манговое пюре. Вот особенно мне не понравилось вот то, как ты еще расположил эту эмульсию из манго. Ты мог это сделать гораздо аккуратнее. Вот эти вот, я не знаю, как это назвать, какошата. Художественный беспорядок. Беспорядок творческий, да. Я понимаю, что ты художник, ты так видишь, но нет. Ну давай посмотрим, что по вкусу. Гребешок свежайший, но это не твоя заслуга. Соуса настолько мало, что я его практически не чувствую. Есть там какие-то нотки цитруса и сои, но это как будто вот ты покапал две капли, а мне нужно, чтобы я чувствовал соус, чтобы гребешок буквально тонул в нем. Надо признать, вкус у кокоса и пены превосходный. Вкус у манговой эмульсии, ну, текстура не та, но вкус мне нравится. Дмитрий, есть вкус? Посмотри, какая у него жена. Ой, в этом я вообще даже не спорю. Крамбл. Мне нравится, что крамбл у тебя золотистый, ты его действительно допек. Но мне не нравится, что в нем не чувствуется хлопья чили, никакой остринки. Ты уверен, кстати говоря, что ты добавил именно карри щепотку, а куркумы две? У тебя очень сильный вкус карри здесь. Это я на свой вкус его добавил просто. А я на свой вкус тогда поставлю тебе оценку. Естественно. Забери, пожалуйста, конверт и свое блюдо. Переходим к желтым. Константин, Костик, Костян, неси свое блюдо. Ну, удивил. Второй раз в истории передачи, Марин, подача максимально приближенная к моей. Она немного отличается все же от моей текстурой и цветом соуса. Я тебе скажу, по картинке я смотрела, даже круче выглядит на телевидении, нежели твоя подача. Марин, а ты с чего взяла, что ты можешь судить об этом, что круче, а что нет? У меня глаза есть, поэтому я могу судить. По одному, по-простому просто божий дар видеть. Крутая подача. Спасибо. Умеем, могем, да. Кружочки из манговой эмульсии. Вот единственное, да, хотелось бы поаккуратнее. Было бы прям вообще, как Марина сказала, вот я бы так тоже бы сказал тогда. Ты знаешь, редко бывает, чтобы при такой подаче и вкус был идеальным. Это совсем не факт, что так. Вкус еще более важен для меня. Я помню. Соус я бы на том месте немного сбалансировал бы по сладости и кислинке, но в целом он мне нравится. Что касается манговой эмульсии, которая тоже у тебя чуть-чуть больше напоминает пюре. Вот здесь я чувствую манго. Я чувствую не только карри, не только сладость и кислинку, а я чувствую само манго. Это прекрасно. Это очень хорошо. Мне есть, что еще сказать по вкусу, но лучше я это выражу в своей оценке. Я уже пытаюсь как только не писать, что мои не угадывали, что я пишу. Потому что по-разному цифру, по-другому. Все равно у тебя не получается. У тебя с моторикой плохо. Кость, забери назад свой конверт и, конечно же, само блюдо. Дорогие розовые. Сереж, давай, тебе далеко не надо носить. Мое было блюдо самое красивое. Это была молекулярная кухня. Все было воздушное и эстетичное. Как так вышло, что манговая эмульсия зеленая? Я никогда такого не видел. Может быть, это... Молоко кокосовое. Молоко кокосовое тоже не зеленое. Кожура от манго? Кожура от манго. Все, теперь я понял, наконец. Это у меня диссонанс. Это единственное, действительно, что было зеленое. Класс, это у нас сейчас будет фьюжн, что-то вообще новое. Кстати, это тренд использовать овощ полностью, не выбрасывать. Ты, возможно, революционер, но очень вряд ли все. Сейчас еще на вкус посмотрим. Из хорошего я тебе скажу, что медальончики тебе удалось нарезать, и крамбл у тебя присутствует, как и соус, который, впрочем, немного светловат и недостаточно густой по текстуре. Должно быть божественно вкусно. Ну, это уж я вам сейчас сам скажу. Но не для тебя, да? На дегустации мы заметили. Как это божественно вкусно. Так, ну, я бы поставила троечку. Это действительно вкусно, но с кисленькой надо аккуратнее. Слишком ярко выражено. Надо смягчать медом, например. Вообще мед добавляли в соус? Да. Недостаточно. И пенка, мне кажется, сейчас будет превосходна. Пенка, да, но ее сложно почувствовать. Где-то там есть вкус, но она состоит настолько из воздуха, а воздух, как вы знаете, безвкусный, что мне сложно понять. Микрокухня, ты имеешь в виду молекулярная. Молекулярная, да-да-да. Это действительно элемент молекулярной кухни, но все-таки у нее должен быть явный и выраженный вкус, чтобы дополнять общую гармонию данного блюда. Попробуй еще все-таки твой бледный, незагорелый крамбл. Не чувствую соль, а главное, не чувствую остроты. Все слишком аккуратненько с остротой. Вообще нет чили хлопьев. Ты их вообще не использовал? Добавляли. Не знаю, я их и не вижу, и не чувствую. В общем, мне все ясно, я готов выставить оценки. Сереж, забери просто конверт и свое блюдо. Интересно всем, какой гребешок заберет с собой 100 тысяч рублей. И сейчас по команде шефа вы откроете свои конверты. Ну что, волнение на максимуме? Тебя закипает. Открывайте конверты. Блюдо синей команды шеф оценил на 7 баллов. Розовым поставил 8 баллов. А желтые, которые так впечатлили шефа подачей, получают максимальные 9 баллов. И таким образом синие набирают 17 баллов. Розовые 18, а желтые аж 21 балл. С счетом 21 балл победила команда желтых. Очень сильно расстроены. Ну ничего. Все, нанимаем повара на обучение и возвращаемся сюда за победой. Главное, что повар, а не новую жену. Вообще очень круто для человека, который варит манную кашу с помощью строительной дрели, приготовить хоть что-то на этом празднике жизни. Эта передача очень нас сблизила. Я очень благодарна своему мужу за то, что он приехал сюда. И в принципе не так и обидно, что мы проиграли. Желтая команда. Я вручаю вам карточку, на которой ваш приз. Вы его заслужили. Спасибо. Спасибо. Мы выиграли. Мы победили. Неожиданно. Мне кажется, муж даже сам не понял, что он так круто готовит. Просто. Это было шоу «Моя жена рулит». Помните, слушаться жен выгодно. С вами были шеф Евгений Павлов. И Марина Федункиев. Пока-пока. Я знал в глубине души, что я шеф-повар. Но перед женой нельзя показывать то, что я готовлю вкусно. Иначе я его буду заставлять. Тогда кухня останется на моих плечах, а не на ее. Субтитры подогнал «Симон»